У меня многие мужчины просят в долг. Вот был Советский Союз, было всё одинаково. Сколько ты за аренду платишь? 800, наверное, евро. Если бы я была мужиком... Один урок от богатых людей. Эти люди работают. Это папа не делает. Так почему это? А вот какого-то хрена он это не делает. А вот где-то такой ла-ла-ла-ла-ла-ла, вот этого вообще ничего нет. Ну, я методов не знаю, просто дышать маткой там, что делать вообще. Не отдал же ведь у меня деньги, ненавижу это, ненавижу. Всем привет! Сегодня поговорим про деньги. Что мешает нам вам стать богаче? Все хотят быть богатыми, все хотят ездить на Мальдивы и так далее, путешествовать, жить прекрасно в изобилии, в богатстве. Вот наше поколение, наших родителей, им удобно было жить как все, в среднем таком. Ну, типа, если вышел выше, то уже какой-то там коммерсант и так далее. Деньги, я думаю, что в их время особенно, да, были связаны с чем-то таким нечестным. Вот мне кажется, такое впечатление, да. И мы были воспитаны, что, ну, деньги зачем они нужны, вот как-то, вот образование, там, какие-то ценности, да. А мы с вами уже нет, более материальное, что нет, ну, образование, все хорошо там, но деньги как основа вообще, мне кажется, для жизни, для развития. И я никогда не буду отрицать, что мне не нужны деньги или деньги-то что-то постыдное. Да, мы помним, Эльвир, прошлый эфир-то. Мне даже не нужно рассказать друзья, когда бабок нет. Это мы помним, все прекрасно. Вот, вот, вот. Вот обратите внимание, мы начали говорить про деньги, как мы все, оп, и такие булочки напрягли, да. То есть вот это вот. Лично у меня в жизни такой опыт, что когда я очень сильно напрягаюсь, вот это есть такое, знаете, напряг, вот все, надо зубы сжать, там все надо сжать, да. То есть вот как-то и нет денег. Клиенты не приходят, как-то платят меньше, там, задерживают оплаты, там, и так далее, и так далее. А когда вот как-то на расслабоне, как-то на легке, где-то там что-то поговорили, пообщались, там, оп, и продажи. Ну и с чем ты это связываешь? Окей, да, есть такое, у меня тоже есть такое, могу это подметить. Да, абсолютно. То есть я это связываю с тем, что это все равно энергия и состояние. То есть когда человек умеет распределять свое состояние, умеет его даже создавать где-то, да, такое более легкое, спокойное, расслабленное, то и деньги приходят легче. Да, все-таки они любят такую легкость. А где же та грань? Если я буду легка, весела и не буду думать о деньгах, как мне их заработать, или деньгах, не знаю. Сейчас нам в комментариях нас высмеют обязательно. Ну, как правильно. Деньгах. Думать о деньгах или о деньгах. О деньгах, я говорю о деньгах. Какая разница про деньги или деньги, когда мы говорим про их количество, да, или вообще про то, что на них влияет. Я здесь про грань, знаешь, вот не могу тебе сказать, что вот пока ты вот такая легкая, будут к тебе деньги приходить. Кто-то распределяет свою зарплату на месяц, да, для того, чтобы ее хватило, а кто-то думает, окей, я заработал сегодня столько, а как мне заработать больше? Ну, тогда же все так серьезно, все инвестируют, что ли? Я сразу за квартиру, за аренду в Варшаве начала задумываться, что не дает она мне расслабиться, как-то быть легкой такой, когда у тебя висит какая-то сумма, да, которая должна быть. Давай, Дир, уже жги, сколько ты за аренду платишь? За аренду, да, ну, где-то 800, наверное, евро. Сейчас, наверное, белорусы встрепенулись и сказали, вау, еще я понимаю, что это надо на детей еще и так далее, то есть какие-то плюсуются. Понятное дело, что по сравнению с Белоруссией, да, суммы другие, но это не значит, что ты должен, наверное, больше тут, я не знаю, вылезать из кожи и больше делать чего-то. Я не понимала, сколько я должна зарабатывать здесь, чтобы, ну, как-то комфортно жить. Потом пару месяцев ты уже понимаешь, ага, и ты уже даже думаешь в злотых, не в белорусских рублях, и можешь себе как-то позволить где-то что-то, какие-то, может быть, излишества, да, и потом уже становится более легко. Но сперва, да, сперва мне было сложно. А что мешало, Эльвир? Вот интересно, я думаю, многим тоже будет отзываться, да, то есть есть причина какая-то, вот что тебя мешало вот мыслить иначе? Да, смотри, не было понятно, какую сумму нужно здесь иметь. То есть это в голове какие-то должны быть ширше думать, да, что какие-то другие, а какие непонятно, и мне надо было опытным путем проверить, да, вот что я могу. Могу маникюр позволить себе сделать. Первое время мне даже было сложно кофе какой-то на вынос купить. Мне казалось, я куплю кофе, а мне не хватит денег на что-то. Да, да. Слушайте, ну это вот вообще распространённая такая история, когда мы себе не позволяем думать вот и потом, мы когда не позволяем себе тратить больше, да, и хотеть этого, то мы не зарабатываем больше. Сто процентов. По сути так же. Абсолютно, полностью здесь с тобой согласна. И вообще есть такая история о том, что деньги приходят на наше самое искреннее желание. То есть вот то, что мы реально желаем внутренне. Не просто там, о, класс, там, у Пети, тачка новая, я тоже такую хочу, да. То есть, возможно, мне и тачка эта не нужна, потому что, господи, как я радовалась своему велику. Все вот эти убеждения, вы знаете, вот то, что нам там, как Маша сказала вначале, там родители так говорили, да, там вообще общество так говорило, да. То есть, что нельзя иметь много денег, это опасно. И вообще там зачем копить, потом всё равно всё заберут, вот эти всякие пирамиды там или... Ну, что там было, я не помню. Слушай, мне не говорили, что нельзя иметь много денег. Я уверена, что мои родители всегда хотели, чтобы я жила в достатке. Я думаю, ваши тоже. Абсолютно. Но вот, например, я там помню из жизни такой пример, мой папа ездил на старых «Жигулях», он подъезжает, паркует свои «Жигули» возле классной машины, это сосед с нашего дома. И он говорит, блин, коммерсанты понаставили своих этих там тачек или что-то такое. А я, ну как бы, я не знаю, это может ребёнок 10 лет, и мне это так отложилось, что как будто это плохо иметь такую хорошую машину. И оно вот по чуть-чуть вот так откладывалось. Это же не то, чтобы там они мне говорили, что нельзя быть богатой. Нет, они хотели, чтобы мы жили хорошо. Но вот такими моментиками всё подчёркивалось. А я до сих пор тех друзей, которые говорят, например, ох, какой дом там у них, ну вот просто на кого-нибудь, да, и так негативно, я даже стараюсь пресекать, потому что чтобы вот, ну, при мне такого даже не говорили. А что ты делаешь им? А я говорю, что, а почему вы считаете, что это каким-то нечестным путём и так далее? Я, наоборот, радуюсь. Какая мне разница, каким путём заработаны деньги? Это уже не моя вообще история, да? Это карма человека, пусть разбирается. Я радуюсь, что, ну, класс, люди могут позволить себе. И я хочу. Я своих детей так воспитываю. У нас возле школы, когда я забираю ребёнка, у нас такой очень состоятельный район, там шикарные дома частные, садовники, ландшафт. И, конечно, я, попадая туда, так, вау, и хожу, и смотрю на это всё, какие там спорткары стоят и так далее. Я бы могла, конечно, идти вот с таким, как бабка, вот так вот, да? Как нас обычно называют в комментариях, да? Да, да, да. Ну, мы бабки, мы можем позволить себе. Ну, поэтому мы про бабки говорим. Вот. Но я научила себя, это в том числе надо учить себя. Да, мне сложно, да, я иммигрант в чужой стране, у меня нет денег на такой шикарный дом и на такую машину, я езжу на общественном транспорте. Но я иду по этой улице, и я стараюсь в себе вот такие мысли взращивать, что молодцы, класс, интересно, кем они работают? Вот я вот так не ненавидит людей, не то, что я такая добрая, да, а просто понять их секрет. Тут и закрали сомнения, Эльвира, понимаешь? Вот тут и закрали сомнения. А мне интересно понять их секрет. Чтобы стать такой, как они, надо понять вообще, чем они занимаются, что они делают, то есть какой-то вот выведать секрет, в чем у людей вот такой успех заключается, да. А то, что я их буду ненавидеть, то, что они вот имеют это, а я нет, ну кому от этого хорошо? Ну вот я поддержу тебя полностью, да. Единственное, мне любопытно, а ты вот как узнаешь, о чем люди занимаются? Ну, наблюдает. Нет, я до сих пор... Ты знаешь, можно донаблюдаться, да, выходить в этом районе. Я до сих пор не знаю, чем эти люди занимаются, и мне интересно, там практически никогда никого нет. Я думаю, что эти люди работают очень активно. Это гениально. Да, мне кажется, они постоянно где-то на работе, на заработках каких-то, потому что эти шикарные дома, не то, что там постоянно хозяева лежат на шезлонгах и пьют коктейли, да. Там никого нет. Я делаю вывод такой, что, видимо, это я шатаюсь по этой улице, где они живут постоянно, а люди, наверное, с утра едут на работу. И я как-то один раз утром должна была на вокзал ехать, и я вижу, что в 6 утра шикарные машины уже куда-то едут. То есть реально эти люди не спят до обеда, да, а на своих шикарных машинах уже куда-то на работу едут. Они, наверное, читали книжку «Магию утра». Поэтому они рано встают и работают, и зарабатывают хорошие деньги. Да-да-да, уже пошли. Слушайте, я нормально, я хорошо достаточно зарабатываю, при этом я стою в 6 утра. Я не знаю, это нормально для «Магии утра», я не читала эту книжку. Я тоже не читала. А что там? Надо вставать в 6. Надо вставать рано. Даже, по-моему, раньше, чем в 6. Вот, кстати, а ты Эльберт тоже не читала? Нет. Ну вот и собрались здесь бабки обсуждать, да? Вот такие себе. Ну, в общем, да, на самом деле очень классно. Я тебя здесь полностью поддерживаю, потому что у меня вот в работе люди достаточно обеспеченные. И большинство из них просто думают иначе. То есть они не думают из серии, типа, «Боже, сейчас у меня пропадут эти бабки, что я буду делать, я разорюсь, кошмар капец», и так далее. Нет. Там нет таких мыслей вообще. Там есть история о том, что, да, я сейчас слишком эмоционален, помоги мне снять вот эту эмоцию, потому что мне надо думать, как мне денег заработать. То есть мысль вообще по-другому. И это очень круто. Мне кажется, что у меня сейчас, знаете, такая бонусная история, потому что я работаю с людьми, и у меня есть доступ к тому, как они думают, да? То есть как люди думают, которые вот зарабатывают, ну, выше среднего, мягко говоря. У меня такая история. Есть один урок от богатых людей, да, как я в жизни получила. Одна женщина, очень богатая, которая в богатых кругах, она живёт в Монако, она заказывала, ну, через меня одну вещь, и я у того человека, которого она заказывала, спросила там, говорит, не-не-не, я с неё денег вообще не возьму, ну, это ж наши белорусы, знаешь, белорусам такие, типа, не-не-не, денег вообще не надо. Она мне сказала, Маша, послушай, я вот в кругу богатых людей. А не знаешь, как учат? Каждая работа должна быть оплачена. Оплачена, ну, ровно столько, сколько она стоит. Там, не больше, не меньше, а вот. И поэтому, говорит, обязательно возьми эти деньги. Нельзя не взять деньги, когда ты делаешь свой труд, вкладываешь свою, делаешь работу. А у нас есть такое, что, ну, там, по дружбе что-то сделаю. Вот все время есть какие-то истории, что, типа, слушай, ну, ты вот пообщайся со мной, там, да, то есть хотя моё время стоит денег, да, то есть, ну, как бы, ну, мы же с тобой как бы общаемся. В этом же ничего такого нет. А здесь, вот, когда я работаю с поляками, да, то есть, у них вообще не возникает даже мысли о том, что моё время, оно какое-то, типа, бесплатное. То есть, мы работаем с ними на определенную цель, на определенный результат. Иногда бывает так, что, ну, сессия длится не час, а два. Я даже не говорю ни слова о том, что они должны мне заплатить больше, потому что они сами знают, что они будут платить больше, да, то есть, они просто перечисляют мне большую сумму. И когда я спросила однажды, слушай, ну, мы-то в следующий раз разберёмся, да, то есть, мы можем перенести это на следующую оплату, они говорят, нет, 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 ты сейчас со мной отработала, я получила результат, я плачу тебе за результат. То есть, ну, и для меня, я вот прямо сейчас рассказываю, видишь, у меня даже мурашки по коже, потому что это совершенно как будто вот такая, знаете, менталитетная история. Может быть, у кого-то был другой опыт с поляками, но вот у меня пока так. А вот у меня вопрос, у тебя мужчины или женщины щедрые? Мужчины. Вот. И мужчин, как правило, ну, не правило, а реально 95% богатых – это мужчины. На 88-м месте по российскому списку Forbes первая женщина. На 88-м месте. То есть, 87 мужчин и только 88-я женщина. Первая женщина в сотни. И знаете, кто это? Это Елена Батурина, жена Лужкова. Лужкова, да. Нормально. Ну, есть же мнение, почему нет. Нормально, то весь список российский, например, Forbes, женский, да, это все либо чьи-то жены, либо чьи-то дочери и так далее. То есть, все равно это незаработанные самостоятельные деньги, да, сейчас начинаем такую политику гендерного неравенства. Хотя, кто там, руководитель Вальдберес, да, я не очень помню, она же, ну, сама полностью достигла всего. Ну, есть, но видишь, на каком месте? Там сотни, там 120-я. А как вы думаете, почему мужчины все-таки больше? Ну, я думаю, что мужчины, потому что они такие на достигаторство. И все-таки на женщину обязанность там врастить детей, воспитывать. А мужчина, он должен зарабатывать изначально. Смотри, нет ли такого, что успех мужской мы измеряем в финансах? А женский успех — это вот именно количеством там детей, семейной жизни. О, Боже, тогда я вообще неуспешная. Ну, вот мне кажется, еще и в этом, что, ну, мужской успех как-то в деньгах, наверное. Ну, не знаю, мне кажется, что мужчины богаче по той простой причине, на мой взгляд, что они умеют управлять своими эмоциями. Вот как ни крутите, да, то есть что происходит с женщиной? Ну, давайте, среднестатистическое. А-а-а, мы все умрем, там, и так далее, да? Ну, что-то такое среднее я сейчас не обобщаю, ну, обычно. Мужчина вряд ли так сделает, да, то есть он такой, так, спокойно. Сейчас с девочкой будем разбираться, что здесь происходит. Ну, понятно, что разные истории бывают, я не за исключение сейчас, а такое среднее большинство. Все-таки мужчина более лоялен как-то к своему состоянию, своим эмоциям. Смотри, у них больше времени, у мужчин, мне кажется, для работы. И что? У нас меньше 100%, особенно когда появляются дети. Так а на что она уходит это время? Вот, не знаю, у западных женщин, да, у белорусских женщин на быт, на детей очень много. Вот и я за это, потому что, знаешь, мужчины, они более масштабные, а у женщин фокус внимания все-таки направлен вот на создание вот этого семейного человека. Мне кажется, у нас образовалась коалиция, вот в этом где-то будет. Нет, у тебя, может быть, другой взгляд, более масштабный, потому что, ну, в целом мы там поговорим еще об этом, но у тебя, ты как карьеристка, да? Звучит очень обидно сейчас. Ну, окей, ну, окей, ну, хорошо, давай. Ну, есть такое. Согласна, есть такое. Признавайся уже. Ты сейчас у меня под столом что-то мне сделаешь? Нет, на самом деле... Я локаю тебя там ногой. Не надо. Нет, на самом деле, да, согласна, у меня есть такое, ну, это вот мой тип мышления такой, я более приземленная в этом плане, то есть мне где-то вот какая-то такая ванильность, может быть, не очень понятна где-то, да, то есть я никогда не стремилась прямо там семью там и так далее, и так далее, то есть мне, да, мне интересно вот именно карьера, работа, какие-то другие масштабы, интересны конференции там, люди там, и все, что с этим связано, то есть это моя тема. Вот, слушай, ну, я же не скажу, что мне это тоже неинтересно, мне интересно то же самое, как бы, как и тебе, но у меня фокус внимания все равно, ну, первая моя ступенька – это семья, а потом уже мое саморазвитие, моя карьера и так далее. Ну вот, а у меня немножко другие ступеньки. Вот, и у мужчин, если брать аналогию, то у мужчин примерно так же, как и у тебя, у них вот это на первом месте, и поэтому они более успешные, более, ну, такие достигаторы, более у них… А мне кажется, что мужчины все-таки еще больше, знаете, открыты к риску, вот они как-то спокойнее рискуют, вот они не боятся потерять там миллион долларов, двести, тысяч, пятьсот. Думаешь, если бы я была мужиком, меня бы не отвлекала семья, я бы как пошла на работу, я занималась целый день работой. У женщины немножко другая ситуация в Беларуси, давайте про Беларусь говорить, потому что я выросла там, и как бы ты ни работал, кем бы ты ни был, и какие бы ты там карьеру ни строил, ты приходишь домой, у тебя дети, у тебя будет… Почему-то все считают, что ты должна стирать, ты должна прибирать, даже если ты работаешь. Мужчина… Ну, может, я замужем была жената, да, неправильно как-то, не знаю, но все равно быт и дополнительные обязанности очень много вот лежало на мне, и это, конечно, мне мешает. Эльвир, кто положил на тебя эти обязанности? Кто положил? Смотри, я могла себе позволить, например, домработницу. И? Могла. Я ее тихо приглашала, если честно, но если я это говорила своей семье, что мне кто-то сегодня помыл окна, да, что, ну, мое время стоит дороже, чем вот я приглашаю женщину, она моет, я в это время работаю, всех все устраивает. Она заработала, я заработала, и все счастливы. Но я встречала вокруг такое мнение о себе сразу, что домработница, ты что? Чего ты? Ты не можешь это сама, что ли, сделать? Тогда, Эльвир, что важнее? Мнение каких-то людей, соседей, там, или еще кого-то, неважно. Либо твое благополучие и твое развитие вообще. Смотри, ну, я поступала, конечно, как я хотела, да, но все равно это давление и стереотипы по отношению к тебе есть, что женщина вот должна, 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 должна. И больше намного обязанностей. Я, конечно, извиняюсь сейчас перед мужчинами, но мне кажется, что даже по моим знакомым, по друзьям, по подругам, да, но я не вижу в Беларуси равного деления обязанностей и труда. Но здесь, ты видишь, то же самое. Ты знаешь, что, да, то же самое, но немножко больше мужчины занимаются детьми. Немножко больше детьми. Визуально я вижу мужчины. И нормально пригласить там какую-то обслуживающую компанию, которая уберет тебя раз в месяц и так далее. Твою квартиру, дом, там, неважно. Поэтому когда женщине работать, понимаешь, вроде и хотелось бы больше, но приходится... Я вот у меня сейчас внутри прямо аж все закипает, если честно. Ну, я киплю, да. Я киплю с точки зрения того, что, ну, вот в смысле, где найти это время? Ну, оно само себе не найдется, это время. То есть если человек не начнет сам распределять это время, не находить аргументы хотя бы для своего понимания, что окей, как ты сказала, я сегодня приглашу женщину, которая помоет мне окна, в это время я денег больше заработаю. Да, то есть как бы в этом есть смысл, в этом есть логика, и в этом есть ценность себя, да, что типа я сейчас потратила не на то, что окна помыла, а, например, продала там консультацию, там, продала свои услуги, спекла торт на продажу, я не знаю. Подожди, вот у тебя нет детей, да, и ты так рассуждаешь. Давай, подожди, нет, не так. У меня дети есть, но это не мои дети. Ну, как бы они есть. Когда у тебя двое детей, тебе нужно забрать садик, там, отвезти, собрать. Я аж вспотела, знаете. Там ботинки порвались, или там вообще не порвались, но нужно подумать, чтобы там красиво выглядела доченька, купить ей, бегать. Это папа не делает. Так почему это? А вот какого-то хрена он это не делает. Давайте покажем пальцем, почему он это не делает. Абсолютно согласна. Мы когда хотим с Машей поехать, например, в командировку. Я очень часто встречаюсь, сразу я выкладываю из командировки видеофото, и очень много комментариев, а кто с твоими детьми. К женщине такое отношение, что как-то ты куда-то поехала, а кто с твоими детьми. А мужчине, мне кажется, такого не напишут, кто с твоими детьми. Конечно. Потому что очевидно просто, что эта женщина сидит с твоими детьми. Вот оно и равенство, понимаешь? Нет. Появляются дети, пропадает равенство. В смысле? Нет, но несмотря на это, можно все равно научиться правильно распределять свое время. У меня, например, если я работаю, я села работать, вот у меня по расписанию, я настолько... Подожди, Маш, я все равно продолжаю заводиться, понимаешь? Я села, мне там начинают накидывать, там муж подошел, что-то спросил. Так, я работаю, вот сейчас я это делаю. Все, не отвлекайте меня. И я это делаю. То есть я научилась выстраивать таким образом свой график, хотя я многозадачная, у меня есть семья, у меня есть работа, у меня есть проекты, там видео на YouTube, все что угодно. Но я это научилась так распределять свое время, чтобы я успевала этому энергию свою отдавать и быть при этом в ресурсе, на спорт ходить. Ты молодец. Ты молодец. Так вот этому надо научиться просто. Так я об этом и говорю, что время просто так не появится. Смысл в том, как мы его распределяем, как мы делаем этот график, как мы распределяем домашние обязанности. Маша мягко сказала, что у меня нет детей. Я здесь все-таки прокомментирую. У меня есть дети, но только они не мои. Кто не в курсе, то есть моего молодого человека, двое детей, они у нас неделя через неделю, но все равно они тоже с нами бывают, и это тоже определенный момент. И я понимаю, что это такое. Но вот ты прочувствовала, что когда дети есть, то все равно твоего времени у тебя меньше. Абсолютно. Поэтому я стараюсь так делать свой график, чтобы основную часть работы ставить, когда детей нет, когда они в школе. И после этого мы с моим парнем делим эти обязанности. То есть там нет такого, что ты после работы отдыхай, а я после работы буду тут с детьми. Так он с тобой делит, потому что это его дети. А если бы это были твои дети, он бы сказал, я лежать хочу. Это вообще сейчас мощно. Лежал бы. Лежать хочу. И все, и пошел. К сожалению, я не могу говорить за своего молодого человека. Так, какая у нас тема передачи была? Я уже забыла. Начинали про деньги, закончили мужиками. У нас на самом деле следующая передача про детей, поэтому мы это еще обсудим. Многие считают, что за каждым богатым мужчиной стоит женщина, которая его мотивирует на то, чтобы зарабатывать эти деньги. И тогда эта женщина считает тоже это какой-то своей работой. И иногда бывает, когда эта женщина начинает, ну я тоже знаю такие примеры, когда эта женщина, например, поддерживала, поддерживала, он работал, работал, зарабатывал, все было хорошо, а потом вдруг она решила свой бизнес тоже развиваться. И мужчина начинает чувствовать себя неполноценно, потому что женщина развивается круче, чем он в какой-то момент. Ну я не могу представить, как я могу мотивировать мужчину. Мне кажется, я лучше сама что-то сделаю, чем как-то я его буду мотивировать. Ну я методов не знаю просто. Что дышать маткой там? Что делать вообще? Знаменитое дышать маткой. У меня нет такого от природы умения, поэтому делаю, что могу. А вообще, мне кажется, эта история, вот то, что ты, Маша, рассказываешь, то есть она такая очень противоречивая. То есть как будто, вот если бы, условно, если бы это рассказывал мужчина, типа моя жена перестала меня поддерживать, и вдруг я перестал зарабатывать. Вот опять же, да, такое типа она виновата, потому что я вдруг перестал зарабатывать. Ну чувак, за эти там 30 лет ты не научился себя как-то мотивировать? То есть вообще видеть, в чем смысл, в чем твоя ценность? Или тебе обязательно нужен кто-то, кто тебя поддержит? То есть, а ты на себе... Ну мужчине нужно, да. Вот давай мужчину спросим, да? А то мы тут сидим такие, да? Поддержка нужна, мужчине нужно поддержку. Я не спорю, что она нужна, но это не значит, ну как бы есть и... И женщине тоже нужна поддержка. Нет, я к тому, что есть и обратная история, да, что когда женщина уходит, то мужчина взлетает, просто и расцветает, как мотылёк, да, начинает больше денег зарабатывать. Вот сколько таких историй, что встречался с девушкой, например, да, вообще там в лучшем случае розочку дарил, да, расстались, он встречается с другой, ей тачку подарил. Ну вот какая разница, скажи. Ну вот что-то она умеет делать. Вот что, дышать маткой или что? У меня вопрос. Пойдём дышать маткой. К мужскому списку Форбс. Получается, что мужчины в списке Форбс, они состоятельные, потому что их поддерживают, мотивируют их женщины. Женщин меньше, потому что, наверное, мужчины им не мотивируют, да? Мы с вами не в списке Форбс, нас не мотивируют мужчины. Вот где они... Очень грустный вывод. Мне не нравится, Эльвира, то, что ты сейчас говоришь. Нет, ну на самом деле, я думаю, что мы говорили уже про список Форбса, здесь всё-таки, на мой взгляд, да, то есть мужской склад ума, он всё-таки более такой прагматичный и на масштаб направлен. Ох, сейчас налетят в комментариях. Ну налетите, господи. Но с другой стороны, слушайте, я ехала сегодня в метро сюда. Не на спорткаре? Нет, не на спорткаре. Ещё не купила. Я тоже на метро. Не накопила. На спорткар не накапливают. Я тоже на метро. Так, и слушайте, идёт мужчина, он выглядит вполне себе так прилично. Жилеточка, брючки со стрелочками, куртка, ну такой вот потерянный. И он к каждому подходит. Потерянный? Да, но он потерянный. Он к каждому подходит и просит деньги. И каждый от него шаг назад шарахается. И я вот больше таких мужчин вижу, вот попрошаек. Да, согласна. В Польше я тоже замечаю. И это как-то не зазорно просить. Да, вот мужчине не зазорно просить у женщины. Более того, ладно, попрошайки. У меня многие мужчины просят в долг. Серьёзно? Да. Что-то в тебе, Эльвира, такое есть, что они у тебя просят в долг? Вот я не знаю, почему не просите у меня в долг. Не там, не там вообще. Ну для меня кажется, я не знаю, постыдным, но только если какая-то уже такая ситуация страшная. Интересная тема про долг, да. Люди богатые инвестируют деньги, они не отдалживают в долг, они не дают. Я не слышала такого, чтобы отдалжали. Да. Отдалжи мне миллион долларов. Да, вообще без проблем. И обдам, ну не знаю, когда. Не знаю, вот у меня, кстати, есть клиент, сейчас мы работаем, и он как раз рассказал о том, что у него друг отдалжил большую сумму денег, то есть там чуть ли не 20% его капитала, и он говорит, и я уже понимаю, что мне надо внутренне смириться с тем фактом, что скорее всего эти деньги ко мне уже не вернутся. И говорит, и это была моя большая ошибка, потому что, говорит, вот я как-то на эмоциях это сделал, а надо было подумать, взвесить и подписать еще какое-нибудь соглашение на эту тему. Ну иди, поди собери их обратно. Эльвир. Не отдалживайте у меня деньги, ненавижу это, ненавижу. Смотри, мне кажется, еще здесь есть такой момент, когда мужчина у мужчины одалживает, да, it's okay, а вот когда мужчина у женщины одалживает, вот что-то у меня тут, я вот за равенство полов, но здесь я не очень себя чувствую. А женщина у женщины? А хотя если, ну, тут тоже. Эльвир, долгони мне денег. Нормально. О, вот видишь, уже все нормально, да, видишь, здесь подход ко мне. Вот так вот. А у меня еще самые лучшие мои бизнес-тренеры, это были мои бабушки. Одна в Западной Беларуси, вторая в Восточной Беларуси. О, та, которая в Восточной Беларуси, жили бедно, деревня страшная, денег никогда не было, просто катастрофа. И Западная Беларусь, такая состоятельная бабушка, у которой постоянно были денюжки, и я помню, да, она всем внукам всегда давала, у нее все замечательно было. Я смотрела, я пыталась разгадать их секрет, думаю, ну почему, ну вроде как-то, ну, одна же страна, и вот такие разные, да, бабушки, дома, истории. И я тогда маленькой очень поняла, что ребята, так хорошо, когда деньги есть, и я не считаю это зазорным. Мне кажется, наоборот... Почему у Западной Бабушки были бабки? Почему у Западной Бабушки были бабки? Ну так почему? Я не знаю, это в каком-то отношении к деньгам, да. Она как-то иначе к ним относилась? Зато смотри, у меня сейчас такое отношение, когда денег нет, что это стыдно, когда денег нет. То есть у меня, наоборот, не стыдно, когда у тебя есть деньги, и ты хорошо живешь, а стыдно, когда их нет. Значит, ну что ты сделал для того, чтобы заработать? Работящая была, мне кажется, так. Восточная бабушка любила там и пойти куда-то по деревне гулять, а Западная Бабушка, она вот такая была прижимистая, работящая, все, работаем, работаем. Вот ты сейчас знаешь, Эдвир, говоришь про бабушку, я вспоминаю, что вот мы недавно с моей мамой обсуждали, что как раз-таки у моего дедушки всегда были бабки и есть до сих пор. Вот всегда, да, то есть вот всегда там что-то раз-раз-раз-раз-раз. Или это гороскоп. Ну, я считаю, что, смотрите, это, наверное, от умения ими пользоваться, от умения распределять деньги. Вот мы, например, в семье зарабатываем, какую-то часть денег мы отлаживаем, какую-то часть денег мы тратим на жизнь, какую-то на путешествие, какую-то на развитие. Если ты зарабатываешь бизнесом, то какая-то часть денег определенно должна идти на развитие твоего бизнеса. И если ты умеешь это распределять правильно, то они у тебя и будут приумножаться. Но если ты заработал, заработал и пошёл по магазинам и так далее. Всё спустил, ну и всё. Ну не знаю, я вот здесь не соглашусь с тобой на 100%, если позволишь. Расскажи свой секрет. Слушай, я считаю так, что можно пойти спустить эти деньги только в том случае, если ты реально знаешь, как потом будешь настраивать свой мозг на то, чтобы заработать. Последний ты спускаешь? Нет, я не говорю про последний спустить, ты говоришь конкретную сумму спустить. Нет, я тебе говорю про людей, у людей есть такое, что даже нету отложенных какой-то суммы. У них есть, вот они заработали 500 долларов, например, закрыли какие-то базовые потребности, заплатили за квартиру на еду, и остальное можно шикануть. Слушай, но отложенная сумма может появиться только когда у тебя есть что отложить. Сейчас нам могут возразить абсолютно, если ты в ноль живёшь. Ну тогда можно не прогулять сегодня вот это. Нет, я имею в виду о том, я говорю о том, что чтобы не зарабатывать в ноль, а зарабатывать и думать, как и зарабатывать больше. То есть смысл в том, что... Так я и говорю про развитие. Вот есть какая-то сумма, которую ты пускаешь на развитие. А что значит развитие? Значит, ты думаешь, как ты будешь развиваться. Ты эти деньги не просто так, а, на развитие, да, там в таргет вложила, там пустила. Я думаю, что у нас сейчас опять напишут много каких-нибудь серьёзных комментариев из серии. Ну конечно, вы так где... Хорошо, напишите нам серьёзные комментарии. Вообще напишите, как вы распределяете свои деньги. Потому что я распределяю так, доходы, да, то есть у меня есть определённое, как бы, процентное соотношение, да, которое уходит на расходники, которое уходит на инвестиции, само собой, и дальше это часть, которая на развитие бизнеса, да. То есть, ну понятно, там есть путешествия, красота для девочек, все дела вот эти. При этом я всегда стараюсь ещё какую-то сумму прикинуть, так, окей, какие желания у меня ещё есть, вот сколько денег мне на них надо, да, потому что если я всё время буду крутиться вокруг одной суммы, то я, скорее всего, и останусь в этой сумме. То есть, ориентируясь только на свои вот эти базовые потребности, даже с развитием бизнеса. Ну, когда я понимаю, что окей, может, я хочу, там, не знаю, завтра на вертолёте покататься, да, там, не знаю, не 20 минут, как все, а чтобы целый день меня катали на вертолёте над Варшавой, вот, может, мне так нравится. Так это про то, чтобы позволять, а позволять ты можешь тогда, когда ты закрыты у тебя базовые потребности, и ты думаешь про своё развитие. Так вот, про позволение тоже можно поговорить, потому что есть такое прижимистость, когда ты вот в одном привык жить, да, покупать там в масс-маркете вещи, только там, а вот сумочку Гуччи ты себе уже там в голове позволить не можешь, либо там на вертолёте покататься. А что ты мне это говоришь? Я как раз таки могу, а я в масс-маркете. Ну, есть же такое, вот у нас, у меня тоже это есть. Я думаю, у каждого есть какие-то моменты, что ты не можешь себе позволить. Ты можешь финансово, но почему-то ты такой, нет, как-то, да, я, ну, хотя у меня от настроения зависит. Я очень помню себя, я могла получить зарплату и спокойненько пойти в магазин и уже домой идти с кучей каких-то подарков детям, да, и жить на минимуме потом, то есть есть такие моменты. Но я знаю себя, я не боюсь отсутствия денег, потому что в те моменты, когда у меня их нет, ты говоришь про какие-то отложенные деньги. Бывало так, что и отложенные деньги куда-то исчезают, но я помню себя, что такие трудные моменты, когда денег нет, они, наоборот, самые продуктивные в моей работе, в моей карьере. Вот я сейчас смотрю, анализирую. О, прикольно. Денег нет, и у меня сразу я начинаю шуршать, как говорится. Так это у тебя получается? Включать мозг, что мне еще делать и так далее. То есть я люблю вот такой экстрим, даже когда нет, да, может мне жизни не дает полного комфорта там с кучей денег, потому что вот… Слушай, ты из разряда таких людей, вот, которые… Я недавно слушала одного бизнесмена подкаст, и он рассказывает, я такой, типа, у меня есть миллион, я его куда-то вложу в бизнес, и тогда мне надо вот шуршать, чтобы его отработать. Либо, например, у меня нет денег, я тогда беру кредит, и тогда быстрее мне надо, вот у меня появляется энергия. То есть у меня мозги сразу начинают работать, ты сразу начинаешь думать, где бы тебе добыть деньги. Да, и я понимаю, что, может быть, и жизнь у меня в какие-то моменты отбирает эти деньги, чтобы, ну, как-то меня на новый уровень какой-то поставить, чтобы я что-то еще полезное сделала. Для меня то, что ты говоришь, это, знаешь, две такие развилки, да, такая мотивация от и мотивация к. И большая, ну, как бы, на мой взгляд, ошибка людей думать, что вот, нафига мне эта мотивация от, я сразу буду создавать, я сразу буду что-то красивое делать и так далее. На самом деле так не работает ни хрена. То есть первый этап – это как бы закрыть вот эту потребность, чтобы не было мотивации от. То есть когда ты понимаешь, что у тебя есть, условно, вот как ты, Эльвир, говоришь, там есть там, не знаю, какая-то подушка безопасности, золотой фонд, неважно, как это называется. И вот и самый интересный момент, что перейти на мотивацию к всегда сложнее, потому что там же надо творить. Здесь-то понятно, да, то есть нужно булочки напрячь и, соответственно, что-то как бы сделать, да, потому что нужно заплатить за квартиру, нужно купить еду, нужно детский садик оплатить, неважно. То есть есть какие-то базовые вещи, которые нужно сделать. А когда у тебя уже мотивация к, ты такой расслабленный, вроде как все безопасно, все хорошо, комфортно, да, ты такой расслабленный. И что? И вот здесь вот нужно понимать, а чего ты дальше хочешь? Мне часто, кстати, мама говорила о том, что вот был Советский Союз, было все одинаково. И вот было все понятно. Я, конечно, было хорошо. Нет, ну она не говорит, что было хорошо, нет. Она говорит, просто было все одинаково и было понятно. И вот как бы очень сразу выделялись люди, которые там что-то как-то больше заработали, сразу как-то интересно, а что там, а как там. Но в целом было спокойно, то есть не было вот этого стимула что-то делать. А когда в 90-е, ну как бы, да, если я правильно помню, просто было там три годика, появился доступ к каким-то другим интересным историям, бизнесам, там, идеям, людям, вещам даже банально, да. Было крутое время вообще, на самом деле, вот этот перелом, и он же и до сих пор есть, когда вот этот доступ, и тебе доступно, вообще все, абсолютно все. Ты хочешь, можешь любой бизнес начать. Ну, можно даже за 100 долларов начать бизнес. Ну, господи, инвестировать можно начать с 10 долларов уже, боже мой, вот хотя бы акцию, пол-акцию Кока-Кола можно купить или меньше, и уже будешь инвестором. А мне кажется, это иллюзия была, что все были равны. Даже все равно спроси кого-то, какая у вас зарплата была. В одном коллективе у кого-то 100 рублей, у кого-то 70. Ну, я думаю, ты как, где же здесь? И кто-то выезжал за границу, да, а кто-то нет. Ну, все равно, мне кажется, ну, не могут быть. Я не могу представить, что были все равны. Но вот, тем не менее, даже люди же жили в этой иллюзии. И смысл в том, что когда появился доступ, у людей появилось понимание, что так, а может быть иначе. И кто-то взялся за это, да, то есть кто-то схватился за этот крючочек и вылез, а кто-то остался в том формате и до сих пор говорит, как было хорошо в советские времена. Ну что, таких мало, что ли? Я думаю, что если тут поспрашивать у людей, тут таких, боже, жили мы, и нормально все было, зачем нам все это было надо? А я, например, даже не представляю себе, как это вообще, то есть когда там, типа, все одинаковые в магазине, там, не знаю, 35 километров в очередь, чтобы что-то купить, для меня это вообще просто, ну, нонсенс какой-то. Да, когда тебе дают зарплату, это твой потолок, да. А у меня, например, всегда было стремление, ну, чтобы несколько зарплат у меня было и на том проекте, и на этом проекте. То есть я не могу понять, когда тебе человек дает какую-то сумму, и ты на нее живешь. Вот хочется как-то самому устанавливать, да, какую сумму ты хотел бы, и, может быть, от страны зависит, что мы не можем на одну зарплату хорошо прожить, да, может быть, поэтому. Ну, как-то всегда приходилось и там, и там, и там, и это хорошие такие навыки предпринимательства. Мне кажется, нам можно было не учиться там какие-то основы бизнеса. Мы уже по жизни научились выживать, да, и когда смотришь, общаешься с предпринимателями зарубежными, но они какие-то более спокойные, они меньше видали, их меньше вообще трясло по жизни, да, их бизнес никто не закрывал, там, ну, какие-то редкие случаи. Но опять же, это все наши домыслы. Мы же не знаем, как было на самом деле. Но на самом деле, если мы подумаем вот о нашем менталитете и о том, оно есть отличие, потому что мы многозадачные. Можем вести и соцсети, и таргет настраивать, и там, и руководителем в то же время быть, и так далее, и от того, как мы знаем, изучаем этот процесс, потом мы нанимаем человека, и мы можем его контролировать. Он настроил таргет, какая там конверсия, как оно, все это работает, ты уже изучил и знаешь, и от этого у тебя лучше все это идет. Из-за этой нашей менталитетности она нам дана из детства, потому что нам надо было и шить, и вязать, и там, ну, мамы нас тоже все много чему учили. — А вы в курсе, что в Польше есть в школах урок основы предпринимательства? — Да, я слышала, да, очень крутая штука. — Круто, я бы все убрала, это оставила. Ну, это вообще замечательно. В третьем классе открываю учебник, а там обращение с деньгами, как там, что вообще замечательно. — У меня малая, сейчас нулевой класс, да, ну и, значит, договариваемся с ней, что вот пять ты денежек заработаешь, если протрешь плинтуса, ну, выходной, я делаю работу по дому, она такая, мама, а давай 10. То есть она уже, у нее уже... — Да, торгуется. — Да, навык торгуется. — И очень хорошо, и пусть торгуется, да. — Я такая заценила, думаю, ну, класс, молодец. — Я тоже свою торгула, молодец. — Немножечко подкидываю какую-то денежку, не просто так, иди сюда, вот на тебе деньги, да. Хотя и такое бывает. Но как-то хочется, чтобы... Да, это первое, мне кажется, такое обучение, даже пусть торгуется замечательно, зато она в будущем подойдет к начальнику и спокойно поговорит о повышении зарплаты. — Да, без вот этих историй, типа, Карина, как мне попросить о повышении к зарплате, да, то есть что сказать начальнику, чтобы он мне повысил зарплату? Ну, то есть вот сам вопрос, да, то есть что сказать? — Да, мне дети спрашивают, вот мне как-то надо, мы там с друзьями куда-то планируем пойти в кафешку, мне бы вот 20 злотых, как мне их заработать? Они у меня спрашивают, что я могу сделать, чтобы их заработать. Я даю варианты, может делать то-то, 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 ага, выбирает, все хорошо. — Очень прикольно, очень здорово. Вот интересно, а наши подписчики вообще, они как, как вы с детьми-то, как они у вас деньги зарабатывают? — Ну, это может быть на подсознательном уровне у родителей вот такое, то есть они даже неосознанно учат вот так, да, а это может быть даже подсознательный итог тоже. Напишите, как у вас действительно, очень интересно, как в вашей семье устроено. А ещё вот, что я задумалась, то, что я детей учу не зацикливаться вот на зависти, на сплетнях, вот не сливать туда энергию. Малая там бывает что-то такое, подмечает там за подружками, я говорю, Алена, нет, так, ну, так не пойдёт, так не надо. То есть лучше на чём-то сконцентрироваться на позитивном, чем на вот этом негативе и копаться в нём. Я считаю, на деньги это тоже очень сильно влияет. — Я даже считаю, что напрямую влияет некое чувство злости, вот такой даже агрессии внутренней, оно очень хорошо продвигает человека, вот эта агрессия к зарабатыванию денег. Потому что когда ты чувствуешь эту внутреннюю злость, там очень много энергии. В самой этой эмоции очень много энергии заложено. И если, например, какой-то человек у тебя вызывает это чувство злости, ну вот, например, если у меня такое бывает, то первое, что я думаю, так, что он такого делает, чего я пока не делаю. — Это ты меня научила, я сейчас тоже так думаю. — Да, то есть что же он такое делает, что у меня аж это граммит. — Ах, сучка! — Ну, смотришь, блин, а что-то оно такое делает, да? — И у меня, кстати, был такой кейс, мне девушка говорит, что, ну блин, вот Карина, я смотрю там на какую-то блогершу, да, то есть, ну вот она вообще никакая, вот она никакая, и макияж у неё некрасивый. — И повезло же ей. — Ну, наверное, там и повезло, но при этом она там зарабатывает миллионы. Ну что ж такое? Я говорю, ну окей, а что в ней такого есть, что ты себе не разрешаешь? Она говорит, блин, ну, наверное, я не позволяю себе вот этой какой-то лёгкости, да, или вот какой-то даже глупости, что ли, да, то есть у меня всё чётенько, так всё, значит, планомерно, всё понятно, да, всё по полочкам. А вот где-то такой ла-ла-ла-ла-ла-ла, вот этого вообще ничего нет. И она говорит, я начала пробовать немножко добавлять вот это в свою историю, вообще там в свои сторис, в жизнь, говорит, и как-то и полегче пошло, и денег побольше стало, вот казалось бы, да, только важный момент, как бы трансформировать вот эту злость в то, что тебе потом это принесёт что-то хорошее, а не то, что ты будешь туда, боже, какая она. Это ж можно так годами всё это дело делать, да, то есть годами думать о том, что у кого-то получилось, а у тебя нет, и злиться об этом. — Ну вот смотри, был выпуск про Тинтер, посмотрите, если не смотрели. — А лучше почитайте комментарии. — Да, лучше почитайте комментарии. Так вот, там писали столько гадостей, и я читаю, я же отвечаю на все комментарии, я читаю и думаю, боже, люди, вы свою энергию вот сейчас вот пишете, вот такое полотно говна, вы зачем сюда сливаете вот эту свою энергию, которую можно направить в положительное русло? Ну, для себя, любимого, вот что-то с тобой будет, стало, что ты мне написал говна. Ну окей, я почитала, поржала с тебя, ну придурок. — А вот вы сказали про зависть, да, я сразу зацепилась, потому что, ну, я прям не святая, я живая, я очень завистливая, я завидую. Есть такое, ну, конечно, какой-то красоте, когда, ну, вижу какой-то наряд у кого-то, или браслетик красивый, там бусики вот у Маши, да, но для меня зависть — это мотиватор. Я позавидовала, я захотела, я подумала, что мне для этого сделать, чтобы у меня было, и я тогда реализую это каким-то образом. — Так это же прекрасно, вот это хороший, вот это хороший путь, потому что большинство людей останавливаются на части «я позавидовала». — Да. — Всё, ну, как бы, и всё. — Ну, иногда у меня такое бывает, я позавидовала, и всё, да. — Ну, и всё, то есть, ну, как бы, в этом и смысл, да, то есть что-то с этим сделать, потому что это чувство, оно на самом деле очень показательное. Вообще любая эмоция, она очень показательная, да, то есть если это вызывает какой-то другой человек, то это вообще просто бери, делай, и будет тебе счастье. — Нужно нам подытожить уже. — Что я подняла про Эльвиру? Денег не одолжать, и ты завистливая. — Подожди, из всего нашего разговора мы можем подвести итог. Для женщин самое главное — не жить с мудаками, не жить с алкашами, не жить с наркоманами, которые, типа, я бедный, несчастный, а ты такая спасательница, кидать нафиг и идти развивать свою жизнь, развиваться самой и зарабатывать деньги. — И с альфонсами тоже не жить, там тоже нет ничего хорошего. — Убрать вот эту излишнюю, вот эту хейт, зависть из своей жизни. Ну, зависть, если вот в таком позитивном русле, как Эльвира сказала, то окей, да, посмотрела, почему завидуешь, и пошла, достигла так же, да, сделала. — Я бы ещё сюда добавила про отношение деньги и дети. Отношение с деньгами — это ответственность тоже родителей, на мой взгляд, показывать, как это должно быть, и где-то вот помогать детям учиться зарабатывать, развивать этот навык, а не просто накидывать бабки. — А мне очень нравится, когда у женщин есть деньги, когда они сами заработали особенно. Мне кажется, это так интересно тогда выведать секреты у них, как им это удалось, как получилось. Вот мужчины и деньги мне не так интересен, да, а вот женщины и деньги сразу как-то… — Ну и вывод из того, что ты говоришь. — Зарабатывать, работать, это интересно, да, это прикольно, это как-то ты себя сразу уважаешь, ты себя по-другому чувствуешь. Хотя это тяжело, понятно, надо думать, да, ответственность дополнительная, конечно, хорошо быть таким лёгким, но деньги — это не всегда про лёгкость, да, это, ну зато я не знаю, я бы не смогла без денег, без работы, я так люблю работать. — Ну да, вот главное работать, чтобы зарабатывать, надо работать. — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!